Немного пожалую сегодня. У меня, короче, планы были такие наполеоновские. После работы в спортзал сходить, хорошо так позаниматься, ну или хотя бы как-нибудь, как получится, потому что я уставший очень часто после работы. А у меня в метро так голова заболела. Я думаю, ну ладно, посплю дома, покушаю, может вечером схожу. А вечером уже и сил нет особо, и голова еще болит, пришлось таблетку выпить от головы. И, знаете, у меня голова, я не помню, когда в последний раз болела. Это настолько редко происходит, но иногда это бывает. Я вообще склонен к пониженному давлению. Я гипотоник. И вполне возможно, может, что-то как-то сказалось. У нас сегодня очень такие серые облака. Дождик я ожидал, что пойдет, но он там где-то вдалеке прошел. Так, короче, я в спортзал не пошел. Может быть завтра, но завтра у меня дантист после работы. Так что посмотрим. Но себя нужно любить, и о себе нужно заботиться. А если болит голова очень сильно, то какой спортзал? Себя нужно, как бы, за собой нужно ухаживать. И во вред ни в коем случае нельзя себе ничего делать. За собой нужно следить, себя нужно любить. Я себя люблю, поэтому я хожу в спортзал. Я себя люблю, поэтому, если у меня что-то болит, я в спортзал не иду. Ну, вроде все логично, да? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот такие дела. Что у вас там новенького, расскажите. Вы знаете, с кем я начинал ходить в спортзал в Магнитогорске, все уже забросили. Вот абсолютно все. Так обидно. Ну, некоторые периодически ходят, конечно. Но так как я уже не ходят. Но я хожу, чтобы быть здоровым. Для меня здоровье самое главное. Мне 37 лет, и я за собой слежу. Я хожу в спортзал, чтобы, как бы, быть в форме. Но не в форме, как в Мистер Олимпия, это понятно. Я ради такого-то и не стараюсь. Но я хожу, чтобы быть здоровым. Чу-чу-чу. Такой, в меру упитанного мужчинам в полном расцвете сил. С вами был Васек из Нью-Йорка. В голове полегче стало. Все, давайте, пока.